Всем вечер добрый! Поздравляю всех с Днём Сурка! Если вы не знаете, что это за праздник, посмотрите фильм, который так и называется «День Сурка». Американский праздник, фильм интересный, 93-го года. Советую всем посмотреть. В общем, день бы уже прошел, поэтому, если хотите его посмотреть, оставайтесь на этом канале, смотрите этот ролик дальше, как он у меня проходил обычный лайв-блог. Ну а сейчас, поскольку уже вечер, делать особо нечего, я съездил в магазин, набрал различного вкусного сыра, Рокфорд, Камамбер, Кириллу взял такие дипыть, это палочки, такой плавленый сыр макать, также взял козий сыр с лососем внутри, такой ролл и козий сыр, подожди, а что, одинаковые взял? А не, ну они какие-то разные, сверху, а внутри выходят одинаковые, блин, запера. Также взял сыр с ягодами и взял еще такой чеддер. Ну и, конечно же, бутылочку красного вина. Будем сейчас смотреть кино, пить вино и кушать сыр. Кирилл, кстати, у нас скучает, потому что ждет, когда я уже включу фильм, телек, потому что я нажал все на паузу, и было скучно. Так что всех поздравляю с Днем Сурка, смотрите кино, пейте вино, приятного просмотра. Ходил я за посылкой, еле-еле доковылял, потому что я, по-моему, вчера на тренировке то ли сломал, то ли хорошенько выбил мизинец на ноге, на правой. В общем, сейчас, когда по дому хожу, еще нормально, но когда сую ногу в ботинок, в обувь зажимает, просто нереально ходить, просто невозможно. Прислали посылку из Литвы с запчастями для машины. У меня в машине уже довольно-таки длительное время куда-то уходила охлаждающая жидкость из радиатора. Я уже самое плохое думал, думал, что уже прокладка в двигателе полетела, что надо будет менять. Ну, знаете, всегда думаешь о самом плохом, но оказалось, что все не так плохо. Оказалось, что это просто насос, водный насос. Поэтому мне прислали его из Литвы. Вот, что нам прислали. Это водный насос, water pump на английском. В общем, здесь она стоит 140 евро. 140 евро, а в Литве мне ее заказали за 70 евро. То есть 70 евро, мы уже экономим, сколько выходит. 70-е экономим. Ну, и также натяжители, подшипники, потому что, когда меняете эту помпу, рекомендуется поменять натяжители и подшипники. Ну, потому что, может, они у вас даже хорошие, но при замене они не особо дорогие. В общем, можно поменять. Поэтому мне вообще все это обошлось. Ну, и также ремень на генератор и на усилитель руля. В общем, ремень здесь в Ирландии такой стоит около 25 евро. Эта помпа 140 евро. Эти подшипники, натяжители тоже там по 30-40 евро. В общем, я бы уложился в 250 евро, не меньше, если бы покупал все здесь в Ирландии. А из Литвы мне заказали, за все заплатил 115 евро, плюс 20 евро доставка курьерская. В течение 5 дней привезли из Литвы. Это выходит, насколько, 135 евро. Короче, вообще просто сказка. Ну, еще в нагрузку, смотрите, 3 палки сухой толбасы. Это мне уже, конечно, не курьерская компания подогнала и не магазин автозапчастей. Так что завтра мы едем в гараж, завтра надо поменять все это, потому что у меня конкретно уходит жидкость. Мне скоро надо будет ехать в Дублин. Именно поэтому, чтобы насос полностью не накрылся, надо все починить, надо все сделать, чтобы нормально можно было ехать. Блин, с этой ногой, которая у меня вот произошла, трагедия, так скажем, блин, еле хожу. Еще надо будет оставлять в гараже, например, 2-3 часа. Что делать в это время? Сидеть в гараже, мерзнуть или, блин, ходить, там, не знаю, нога болит. Ну, короче, будем смотреть, будем что-то думать, придумывать, выкручиваться. Всем утро доброе, собираемся поехать в гараж, менять детали. Смотрите, у нас все замерзло. Ну, конечно, это несравнимо с Россией, но так покрыто все легким инем, так скажем. Сегодня обещали холодную погоду, но чистое небо. Пока этого не наблюдается, небо серое, но уже идут какие-то просветы. Едем в Костребар, оставим машину, пускай там чинят. Да, у нас будет 2-3 часа, чтобы просто лазить, я не знаю, со своей ногой. Я одел батины обувь, потому что только его обувь широкая, у него нога шире. Мне вполне нормально всовывать ногу, чтобы не натирало палец. Так что будем надеяться, что протяну, протяну эти. Надо будет попросить у бати, чтобы во все мои ботинки, во всю мою обувь всунул свою ногу. И мне, да, да, так немножечко, полчаса походил. Слышь, писк? Это вот брызжет, это брызжет из насоса, этот, жидкость охлаждающая на ремень, и ремень пищит. А это в случае не так? Ну вот, нет, только насос поменяет, ну и заодно все эти, все детали, которые к нему уже там прилагаются. Ремень, подшипники, натяжители. Так что, а, все тает хорошо. Пару минут и едем. Субтитры сделал DimaTorzok Все, машину мы закинули, сейчас нам остается только гулять минимум 2 часа, максимум часа, наверное, 3-4. Но я надеюсь, что все это будет быстрее, у них еще пара машины. Пару машин у них еще висит там на этих, на подъемниках, на крантовозчиков. Ты пистолет даже взял? Да. Блин, я реально рад, что батины ботинки широкие. У нас размер одинаковые ноги, но у него нога шире, поэтому сейчас хожу как будто босиком, вообще шикарно. Смотри, какая черная туча. Очень надеюсь, что не дождь, потому что нам прятаться некуда. Короче, мы находимся на окраине города Кастельбар, нам надо в пару магазинов, я бы с удовольствием сходил в Тики Макс, чтобы посмотреть рюкзак. Также с удовольствием зашел бы еще в один магазин, чтобы какие-нибудь джинсы посмотреть. Хотя все это можно делать в Тики Максе. Но отсюда идти далеко, проблема в моей ноге. Вроде пока нормально. Ай-ай-ай, Димка так же хромоноги, тоже с пальцами. Я говорю, пошли заниматься на тренировку. Болят суставы на руках, болит плечо, болит колено, болит мизинец. О, шоколадки, сынок. Шоколадки нормально, главное, никогда не кушай желтый снег. Это отлично. Так что, в общем, делаем мы так. Мы идем гулять, насколько нас хватит, настолько нас хватит. Денис должен приехать в Кастельбар тоже по каким-то делам, так что он может нас еще подкинуть с одного пункта в другой. На улице, я говорю, плюс 4, ощущается, ощущается. Я не представляю, как там, вот мне сейчас прислали фотку, минус 40, минус 42, минус 42, это вообще нереально. А минус 4, ой, плюс 4 мы уже тут мерзнем. Вот повышенная влажность, поэтому такая тема. Пройдем, пройдемся. Короче, я предлагаю так, если Денис приедет, да, а он скорее всего приедет, и он нас может подвезти один раз куда-нибудь, да. Поэтому сейчас мы направляемся далеко в магазин, в Тикимакс. Доходим до туда, там делаем все, что нам надо. Приезжает Денис и отвозит нас к машине ближе. Типа, ну, и такой план, если он сработает, будет отличный. А сюда, он сходил туда, блин. Сейчас мы проходим возле местного кинотеатра, центр, боулинг, кинотеатр, развлекательный такой комплекс, на самом деле, ну, такого колхозного деревенского стиля. Боулинг, алимы, дорожки кривые, ну, такое все детское. Ну, единственное, что неплохо, это то, что кинотеатр есть. Кинотеатр еще можно посмотреть. Конечно, не самые крутые залы с самыми крутыми эффектами, но нормальный кинотеатр с хорошим звуком. Нет, это еще не кинотеатр, мы еще не подошли. Но обещанная погода, что-то не наблюдается, потому что говорили, что будет солнце, прям солнце, солнце, не облачко, будет жара. Не жара, вернее, не облачко, будет солнце, приятно. На солнце тепло. Когда солнца нету, тогда чувствуется холод. Погода, она вот такая, смотрите, все затянуто. Ночью шел снежок, как вы видите, легкий, конечно, но все же был. Для Ирландии, для Ирландии это уже что-то. Вот местный развлекательный центр, это кинотеатр, Mayo Movie World. А с левой стороны это спортзал, да, джим, с бассейном, по-моему, он здесь. И там дальше немножко, немножко дальше, вот там вот боулинг идет. А нам идти туда, нам идти прям вперед, через весь, весь город. Мы еще даже не дошли до центра. Сразу пойдем в магазин, называется Шестое Чувство. Sixth Sense, не Шестое Чувство, а там одежда есть, фирма Шестое Чувство. И там, мне нравятся их джинсы. С таким опоссумом нарисованным, логотип. Слушайте, ну довольно быстро мы дошли до центра. Сейчас уже начинается главная улица, Шоп-стрит. Там будет магазинчик, в который мы хотим заскочить. А дальше еще пройдем через весь город. И через весь этот центр, он также небольшой. И уже будет Тики Макс, где мы будем смотреть рюкзак. Хотя рюкзак можно, я думаю, тут тоже магазины какие-то посмотреть, да? Наверное, что-то будет. Я хочу такое, чтобы более не спортивное, а среднее. Между официальным и спортивным что-то было. Но не, чисто спортивное мне не нужно. Ну, короче, что будет, то будет, то и посмотрим. Да, мне немножко холодно. Это летняя обувь, мне вот в левую ногу чуть морозит. Но побитая моя нога, в побитую ногу не холодно, слава богу. Все, вот магазин этот, он тут прям вот на углу, 50 метров налево, через перекресток. Так что все круто, круто, пришли быстро. Да, и вот погода вроде бы рассеивается, на солнце будет тепло. Сейчас, мне кажется, все это уйдет, еще довольно-таки рано. Время еще 11 утра нету. Я думаю, в час дня тут будет солнышко. Субтитры сделал DimaTorzok Детский магазин, а цены не детские. Ну, это что, Пакимонго? Да. Что здесь? О, полный нельзя, конец! А вот главная улица города Кастельбар. Время у нас 11 утра, народу не слишком много. Суббота. Это типа такая Мейнстрит или Шопстрит. Нет, Мейнстрит. Нет, тут телефоны чинят. В общем, пусто, пусто. Народу не густо. Смотрите, дефибриллятор на улице. Дефибриллятор на улице – это нормальная практика, потому что надо такие вещи. Очень многие люди в Ирландии обучаются первой медицинской помощи, проходят, чтобы если вдруг что-то случится, так и я это делаю, и многие это делают. Чтобы если что-то случится, люди могли помочь другому человеку. Вы знаете, на улице случится может много что. Человек падает, теряет сознание. Искусственное дыхание, массаж сердца, и при нужде дефибриллятор будет использоваться. И как бы вы будете в ответе, конечно. Это разряд электричества, разряд? Да, разряд электричества останавливает твое сердце. Он не запускает сердце, а останавливает. Зачем? Электрический разряд останавливает твое сердце. Когда сердце остановлено, импульсы твоего тела, в теле тоже содержатся электрические импульсы, они сердце запускают по новой. Поэтому тебе дефибриллятор нужен не чтобы запустить, а чтобы остановить сердце. А уже твой организм его сам будет запускать. Знал это? Нет. Папа! Что? Это что было? Сальто ноги. Как ты назвал это? Сальто ноги? Сальто ноги. Видели сальто ноги? Что? Адидасы. Сколько стоит? 30. 30 евро? 35? Да, нормально. Нормально? Нет, нормально. Если тебе нравится, все шустро. Кирилл, аккуратно, чтобы я еще не улетел на улицу. Это магазин, не забывай. Немного погрелись в магазине, все, продолжаем наш путь. Мы уже прошли больше, чем полпути. Осталось до нашего пункта назначения не так и долго. Супер Макса? Я оттеки Макса. Тебя? Пока. Болит больше? Ты хочешь, да? Почему зайти в Супер Макс? В Супер Макс нет? Почему? Потому что зачем в Супер Макс нам идти? Покушаем. А? Покушаем. В Супер Макс? Нет. А в Макбонной? Может быть. А в Супер Макс нет, а в Макбонной? Может быть. Натяни шапку. Вот еще одна главная улица Кастельбара. Тоже пустая. Говорю, народа не очень много. В такой погоде ирландцы вообще дома сидят. Тоже несколько магазинов. Теско. Магазин Данц Торс. Аргос. Различные оптики. Магазины одежды. Но это не так... Это как бы тоже одна из центральных считается. Это и та вот. По сути, весь центр Кастельбара. Две больших улицы. Относительно больших тоже. Какой цвет это? Где? Это. Блуд. Что там? Райка блуд. Стой. Стой. Сынок, ты хотел что-то сказать? Да На другое видео будет зомби-апокалипсис Пока Выбор невелик, но я нашел то, что примерно искал Вот рюкзак, фирма Реакшн какая-то В общем, 50 евро Вот примерно такой я и смотрел, что влез ноутбук Может, какое-нибудь запасное белье можно было встать Ну, в общем, по мелочи какую-нибудь кофту В общем, в самый раз Это вместо ручной кладби Потому что не хочу оттягаться с ручной кладби Будет то, что надо Вообще отлично Короче, я доволен Димон тоже сумку себе приобрел Ну, еще не приобрел, он сейчас возьмет Келвин Клайн Такая сумочка, как она называется, почтовая Ну, круто, нет, классная И сколько, недорогая, 35 евро Вообще отличная цена Тут есть хорошие вещи В Тики Максе можно взять нормальные фирменные вещи Не за большую цену Потому что, если бы такая сумка, например, висела бы в том же магазине Келвин Клайн Не знаю, она бы стоила Да, 100 и больше И по 200 легко Оттуда, пожалуйста, рюкзак Поло Ну, конечно, такой детский Я бы такой не хотел Но, то есть, цена его, например, 20 евро 20 евро, я уверен 20 евро и фиг, где найдете такие цены Чтобы был нормальный поло Так что, купить чего есть Вот тоже интересная сумочка Ну да, она что-то на женское больше смахивает Посмотри, что у меня для машины Можно какую-нибудь пахнючку и что-нибудь интересное есть здесь? Вот это что? Вот это что? Вот это макаки Вот так она открывается Нажимаешь кнопку и вытягиваешь Но это будет трудненько Потом достаешь, берешь Закрываться легко Просто тянуть его вниз Отфигенно выглядит Машину нашу еще не починили Продолжаем движение по Кастербару Сейчас заплатим за это Пойдем, наверное, в Макдонат еще зайдем Там будем смотреть Потому что нам нечего делать Просто ждем, гуляем Погода, слава богу, нет дождя Ну да, ты же голодный вечно Сколько времени? 12.00 Ну, по идее, по идее, думаю, в течение часа уже он должен будет позвонить Я очень на это надеюсь Дениса, к сожалению, нету Не приехал, надо будет уже позвонить Кирилл, все окей? Дима на массе Кирилл на массе Ну что, нашу машину уже починили Мы идем назад в гаражу Ведь нам опять через весь город Погода распогодилась В Макдональдсе мы переждали дождь Как раз сейчас сытые идем уже назад Нога начинает болеть больше Потому что прошли довольно-таки хороший кусочек Думали, что Денис будет в Кастербаре И отвезет нас Но он все-таки не приехал А пошел на тренировку Молодец За это я тебя, Денис, хвалю Что ты не поленился Хотя ты говорил, что лень идти сегодня Смотрите, погода уже лучше Время почти час дня Люди просыпаются Солнышко светит Настроение поднимается Это хорошо, потому что Шли в мрачную погоду Было не совсем весело Сегодня, кстати, друзья, День Сурка Вы отмечаете этот день Смотрите ли вы фильм Прикольную комедию 90-х годов Что-то называется День Сурка Про репортера, который застрял в одном городе Каждое утро просыпался И происходило практически все то же самое Он пытался оттуда выбраться Так он и называется фильм День Сурка Классный фильм Машина готова Обошлось нам это 100 евро Замены со всем чем В общем, все хорошо День удался у нас с Димоном Прогулялись Немножечко закупились Ты сейчас что будешь делать? Домой? По дому? Я тоже домой Потому что не очень хочется Со своим пальцем двигаться много И так находили 9000 километров Телефон пока Вот 9000 шагов 9000 километров Так что я еду домой Буду отдыхать Наверное, открою бутылочку вина Будем задранной ногой вверх Смотреть какие-нибудь фильмы Друзья, всем спасибо за просмотр Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Комментируйте Всем удачи Всем пока